Украина рискует остаться без белорусского бензина в самом начале летнего сезона. Несколько дней назад стало известно, что Минск приостановил поставку моторного топлива марки А-95 Киеву. Что это побочный эффект от американских санкций. Или же Батька, наконец, решил по-настоящему проучить незалежную, замкнувшую воздушную блокаду Беларуси со своей стороны. О том, что Минск принял решение приостановить поставки бензина с некой неявной угрозой, сообщил Сергей Куюн, директор украинской консалтинговой группы А-95. Худшее решение, которое могли принять белорусы в текущей ситуации, закрыть поставку бензина А-95 на Украину, где за их продуктом 50% рынка. На самом деле все основные проблемы незалежная создала себе сама. По наследству от СССР она получила много чего, в том числе, шесть нефтеперерабатывающих заводов, совокупной мощностью в 42 миллиона тонн в год. Сырьевой базой для них выступает российское черное золото, а собственная внутренняя добыча совсем невелика, на уровне в 1,5 – 2 миллиона тонн. Но в результате хозяйственной деятельности молодой демократии из шести НПЗ, к настоящему времени остался только один, Кременчукский, принадлежащий одиозному олигарху Игорю Коломойскому. В общем, удивляться тому, что Украина тотально зависит от импорта бензина, не стоит. Беларусь держит примерно 50% ее рынка. Остальные доли распределены между Россией, Польшей и иными экспортерами. Таким образом, одномоментное выпадение половины объемов внутреннего рынка создаст огромные проблемы для украинской экономики. Возникнет дефицит на АЗС, и топливо резко скакнет в цене. Киев будет пытаться заместить белорусский бензин, но сделать это непросто, поскольку у европейских соседей сейчас лишнего моторного топлива тоже нет. Возможны закупки у Турции, но скидок уже не будет напротив, за счет удлинения логистического плеча и перевозок морем, себестоимость продукции для конечного потребителя вырастет минимум на 10-15%. Для полуживой украинской экономики это станет очень непростым испытанием. Так что же это месть батьки, или просто так получилось? Напомним, что Минфин США некоторое время назад разморозил режим ограничений в отношении девяти предприятий белорусского нефтехимического комплекса со следующей формулировкой. Дальнейшее продление при остановке действия санкций будет несовместимо с актом о демократии в Беларуси и с американскими ценностями. Под санкционный удар Вашингтона попал НПЗ «Нафтан», дочернее предприятие Белнефтехима, а второй, Мозорский, выходит на плановый ремонт. Теперь с этими белорусскими предприятиями запрещено иметь дело американским физическим и юридическим лицам. Но это, увы, далеко не все проблемы официального Минска. Как мы ранее уже рассказывали, крупнейшие экспортеры нефти в Беларусь российские компании «Сургутнефтегаз» и «Роснефть» приостановили поставку на попавший под ограничительные меры США завод «Нафтан». По данным информационного агентства Reuters, причиной стали их опасения попасть под американские вторичные санкции. По факту это ставит под вопрос весь белорусский бизнес по переработке российского сырья и продаже нефтепродуктов. Также это означает, что без поставок относительно недорогого бензина из соседней страны оказывается и Украина. Имея союзническую скидку от Москвы, Минск мог себе позволить довольно гибкую ценовую политику. Если есть санкции со стороны США, то тогда у Беларуси нет ни нефти, ни бензина на продажу. Свою внутреннюю переработку незалежная угробила собственными руками. Конечно, возможны различные варианты решения данной проблемы. Например, в России могут возникнуть специальные посреднические фирмы-прокладки, которые и будут вести бизнес с подсанкционными НПЗ. Сядут Владимир Владимирович и Александр Григорьевич и чего-нибудь придумают, не впервой. И вот тогда будет интересно посмотреть, возобновятся ли поставки А-95 на Украину. Или же оказавшиеся, наконец, в одном окопе Москва и Минск пытаются решить иную задачу. Проучить Киев. Идея о том, что батька спустя семь лет после государственного переворота, все-таки решил пойти в русле российской политики в отношении Украины, не лишена оснований. Вспомним, сколько президент Лукашенко ругался с Прибалтикой, но всегда старательно отделял экономику от политики. Однако 2020-й стал в этом вопросе переломным. За отказ признать его переизбрание легитимным и активную поддержку конкурентки Тихановской Александр Григорьевич проучил Литву переносом половины объема экспорта своих нефтепродуктов в нашу Усть-Лугу. А теперь идет речь и о минеральных удобрениях, под которые необходимо будет построить специальный портовый терминал. Но чем Киев лучше Вильнюса? Напомним, что украинские власти также не признали законность президентских выборов в Белоруссии, солидаризировавшись с Западом. А теперь в числе первых незалежная присоединилась к воздушной блокаде Белоруссии. Неужели подобные недружественные шаги соседней страны можно оставлять без ответа? Допустим, что Минск действительно сознательно устроил Украине топливный голод, воспользовавшись удобным предлогом. Но насколько долго он продлится? Давайте будем реалистами, бесконечно подобная блокада продлиться не сможет. Беларусь нуждается в валютной выручке, которую могут дать только калийные удобрения, черное золото и нефтепродукты. Сделаем следующее предположение. Поставка российского сырья на белорусские НПЗ возобновится в полном объеме в самое ближайшее время по итогам договоренностей между Путиным и Лукашенко. А вот с экспортом бензина на Украину проблемки пока что сохранятся. Ну, чтобы там прочувствовали эффект в полной мере и сделали какие-то выводы на будущее.